Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Такая ситуация сложилась в моей жизни. Встретил девочку на корпоративе, начали общаться, думали так потанцевать, пообщались и все. И тут-то было, начали встречи. Она потом сказала, что у него детей, один постарше, говорит, зачем приходишь сюда. Я говорю, с вами субвидеться, чем смогу, помогу. С мужем они не живут, встречаемся, встречаются, думаю, так ради удовольствия. Совместных вопросов нет, планов на жизнь нет, любви к ней нет у меня, а Смай говорит, любит. Думаю, врет, это уже где-то три года. Думаю, как быть в такой ситуации? Ну, первое, что хочется здесь сказать, это то, что если вы ее не любите, то зачем вы в такой ситуации находитесь? То есть, очевидно, что человек вами пользуется, очевидно, что человек, несмотря на то, что любит, да, несмотря на это, все равно, в общем-то, не рассматривает вас как-то, ну, как-то, как-то, как-то серьезно, что ли, да. То есть, вот, такое ощущение, по крайней мере, у меня сложилось, что, что серьезно вас не рассматривает. Вот. Это первое. Второе. Второе. Хочется спросить, а что у вас с, как бы, ну, самооценкой, то есть, если человек по факту, именно по факту, не заканчивает одни отношения, то есть, отношения с твоим мужем, и продолжает с ним встречаться, как-то общаться, взаимодействовать, вот, вот, то зачем вы в такой ситуации, зачем вы в такой ситуации этому человеку? Для чего вам в такой ситуации с этим человеком находиться и быть? Согласитесь, это тоже несколько странно, на мой взгляд. Вот. Поэтому, я думаю, что вам надо бы определиться в своих, пожалуй, чувствах, в первую очередь. То есть, что я чувствую к ней, например, да? Чего я хочу, например, опять же, к ней, допустим. От нее чего я хочу. Вот. Это, на мой взгляд, очень важно, потому что, если вы этому не уделяете какое-то внимание, если вы это пропускаете, то вот возникают такие ситуации и такие, я бы сказал, проявления. Проявления, мягко говоря, не слишком хорошие, потому что вы таким образом оказываетесь в проигрыше. Вот. То есть, вы серьезно оказываетесь для себя в проигрышной ситуации. Таким образом. И это, на мой взгляд, большая проблема. Вот. Понимаете, да? То есть, нужно понимать, что девушке, находящейся вот в такого рода отношении, ей удобно находиться в такой ситуации, которую вы сами, условно говоря, для нее создали. Ей удобно. Вот. И что значит вот в этом смысле? Ну, просто хочу помочь. То есть, просто вы хотите помочь человеку просто по доброте душевной? или как? Или как? Как это работает? Согласитесь? Это не совсем понятно. Вот. Поэтому, как быть, чтобы что? Если вас устраивает то, как ведет себя женщина, ее, ну, ее какой-то образ жизни, если вас устраивает, то продолжайте находиться в такого рода отношениях, если вас это устраивает. Если вас не устраивает, то не оставайтесь с ней в этих отношениях. Выходите из этих отношений. Потому что они в итоге оставят разочарованным и вас, и ее. В этом смысле. Никто в этом смысле не будет доволен. Хотите вы этого или нет. В этом смысле все довольно, я бы сказал, просто. Другой вопрос заключается в том, что необходимо принять какое-то решение. А вам принять какое-то решение, я бы сказал, довольно сложно. И вот это, пожалуй, один из самых ключевых моментов. В чем заключается для вас, по крайней мере, сложно в принятии решения. Вы как будто бы не можете определиться в своих чувствах к человеку. Вы как будто бы не можете решить для себя, ага, что я хочу, то есть что я хочу делать, как я хочу относиться к, допустим, тому, что происходит. Вот. Вы как будто бы не можете этого сделать. И вот, вуаля, вы оказываетесь в позиции такой вот, достаточно, ну, замкнутого, достаточно, ну, тяжелой для себя, наверное, позиции. Неприятной для себя, наверное, позиции. Понимаете? Только потому, что вы не можете принять какое-то решение, можете заметить, наверное, не можете заметить, я бы сказал, то, как вы видите эту ситуацию. Вы не можете заметить то, как вам откликается эта ситуация. А откликается она вам далеко не самым лучшим образом, судя по тому, что мы можем здесь наблюдать и видеть. Понимаете, да? Вот. Поэтому здесь может быть только такое решение, это решение, которое вы сами для себя выбираете. Решение, которое вы сами для себя видите. Решение, которое вы сами чувствуете для себя приемлемым. Понимаете, да? Вот. Вот. Если, 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 такого решения нет, если такое решение вам пока что недоступно, надо его найти. И в этом смысле вам помочь, опять же, психолог. В этом смысле вам может помочь именно психотерапевт. психотерапевт, психотерапевт, психотерапия может вам в этом смысле помочь эту проблему решить. Так или иначе. Понимаете, да? Вот, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, ответить вам можно именно так. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работать. который позволит вам сформулировать базовые постулаты для, собственно, психотерапии. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она, в смысле, помощь, пригодится. И с ее помощью вы сможете решить и разрешить все вопросы, которые вас на данный момент так или иначе беспокоят, тревожат. И то, на что вы сейчас не можете найти ответ. Кстати говоря, кстати говоря, я хотел отдельно немножко пояснить, что вы не можете найти ответ только потому, что не привыкли думать в этом направлении. Не привыкли думать по определенному вектору. Я бы так сказал. Вот. И само собой у меня нет какой-то цели в данном случае вас в чем-либо обвинять. Я вас не обвиняю. Я просто говорил вам, что ну вот такая проблема есть и ее нужно решать. Хочется вам этого или нет. Хотите ли вы решать эту проблему или нет. Но проблему в любом случае решать, конечно же, нужно. По-другому никак. Я вам, я вам желаю всего самого доброго. Не дотягивайте обращения к специалисту. Вот. Вам это будет только на пользу. Удачи!